всем привет видите снег сразу думаете зима да холодно мороз птицы не размножаются правильно так вот сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам и тема такая зимнее содержание канареек сейчас отправимся с вами канареечкам и поговорим более подробно об этом вот такая вот зима у нас даже вот зимняя резина лежит на готове случае чего буду сразу ставить друзья смотрите мастерок вот если мастерком так по фундаменту постучать это фундамент дома это я к чему делаю чтобы вы хорошо запомнили и у вас были ассоциации что зимнее содержание канареек можно сравнить с фундаментом дома чем крепче фундамент дома тем качественнее будет стоять дом на этом фундаменте вот такие вот дела и вот наши виновницы торжества сегодня будет речь об этих уникальных птичках канарейках хотелось бы сказать что вот от правильного зимнего содержания канареек зависит успех весенне-летнего разведения значит чем лучше будут ваши самочки чем лучше они отдохнут тем крепче и здоровее дадут они потомство весной а для этого для этого каждый разводчик канареек должен строго придерживаться определенных правил содержания зимнего именно зимнего содержания канареек вот перед нами в клеточке новая клеточка еще я ее не пронумеровал обычно я все номерую здесь я собрал самочек у которых сложилась разная судьба некоторые уже снесли по одному яйцо и отказались допустим вот желтые и две оранжевые чубатые снеслись и отказались а вот у меня здесь прыгает крупненькая красная это скорочайло черкесии я привез но он думал самец а она кажется самка я ее посадил сюда сейчас тут будет особенное питание и затем к самцу а вот это четвертый скорочало черкесии вроде как самец но еще никак не запоет но посмотрим ладно как вы думаете почему я настаиваю на том что зимой канарейки должны отдыхать потому как зима это период покоя от сезона размножения от линьки то есть птица отдыхает и набирается сил и готовится к новому сезону размножения обратите внимание у меня сейчас условия содержания все в одном месте тут вот у меня клетки стоят напротив окна слышите как самец поет так вот кеннер поет долго так хотелось бы сказать что из основных правил зимнего содержания я подчеркиваю основные правила правила это не питание не кормление а именно правила основные зимнее содержание должно быть сюда можно отнести как бы условия покоя канарейки самки должны быть лишены полностью всех факторов раздражения которые могут их стимулировать они возбудятся и пойдут в паровку самым главным стоит отметить это продолжительность светового дня то есть световой день грубо говоря по простому если вам сказать он должен заключаться семи примерно семи с восьми утра и до пяти вечера этого достаточно канарейкам чтобы просто зимовать просто зимовать значит по поводу светового дня вы поняли теперь второй фактор отсутствие всех стимуляторов к размножению которыми является допустим наличие гнезда канарейка не должна видеть гнездо потом наличие стройматериала этого гнезда там это допустим сухая трава солома сено ну у кого что там ниточки веревочки ватка это тоже не должно быть если это будет самка тоже начнет возбуждаться и готовиться к кладке ну и еще основной такой третий можно выделить может их больше но я вот основные сейчас вам перечислил если кто-то есть ну знает еще какие-то факторы может в комментариях написать отсутствие самцов вот эта песня самца она очень влияет на возбудимость самки понимаете у меня вот видите все рядышком как бы не очень удобно раньше канарейки были в отдельном помещении там было немножко лучше здесь вот кеннер без конца поет самки слышат и как бы могут раньше времени спровоцировать свою кладку они не достаточно крепкие я их приобрел недавно еще толком не успела их подготовить к весне так вот я подумываю может их перенести а мне некуда их переносить в общем свет чтобы никаких стройматериалов не было и желательно самцов держать отдельно или самок просто в другом помещении не просто в разных клетках а желательно даже но это если есть такая возможность если нет такой возможности хотя бы держите отдельно в клетках и клетки делайте закрытые то есть допустим следующую весну я уже буду учитывать эти правила содержания и буду их соблюдать и тогда у меня получится самочки будут хорошо отдохнувший и подойдут к сезону размножения именно как положено в конце марта конец марта начало апреля это самые идеальные условия содержания условия для разведения канареек потому что и световой день будет длинный и кормление будет и одуванчик и мокрица и все что положено это вот мы с вами сейчас по самкам поговорили к самцам же в принципе таких критериев правила зимнее содержание особо нету они питание у них такое же главное не переедать также чайная ложка морковка можно каждый день предлагать морковку и где-то раз или два раза в неделю можно давать пророщенные семечки или пшеничку сейчас я вам покажу вот видите сегодня я подготовил перемешка здесь и семечки и пшеница все это дело благополучно проросло и будет сейчас съедено канарейками в общем по самцам питание я сказал особых условий нету там принципе нет таких условий как у канареек чтобы световой день был короткий самцу можно немножко по длине но немножко по длине я имею ввиду где-то часа три на два часа по длине но не больше если будет больше самцы начнут слишком сильно ярить петь песню во первых песня у них будет такая громкая прерывистая если кто-то держит именно певчих канарей кто старайтесь а и самцов надо по одному держать вот самцов надо держать по одному чтобы они песню не теряли если у вас цветные кинора то пускай живут стайкой небольшом вольере тоже можно но лишь бы не дрались а самочек кстати друзья тоже важная вещь если вы держите самочек стайна а их надо зимой держать стайна одну клетку старайтесь сделать побольше и количество самок ну примерно 8 10 больше не надо потому что если их больше 8 10 больше 8 голов или больше десяти голов самок то во время кормления начинают драк драться и более слабые самки всегда уходят в сторону и не доедают то есть они неполноценно питаются этим самым могут прийти недостаточно крепкий к сезону размножения это вот все из личного опыта несколько слов по поводу температуры если будет у вас так называемый ровный холод канарейки не боятся когда вот похолодало постепенно и принципе комфортные условия температуры содержания в зимний период канареек это примерно плюс 5 плюс 9 вот такая температура до канареек очень хорошо канарейки перезимевавший в таком температурном режиме дают более крепкое потомство ну и сами здоровее выглядят и меньше болеют так что особо грек камерейкам не надо но если вы будете держать в таком холодном таких холодных условиях как плюс 5 плюс 9 то яичный корм кстати еще яичный корм можно давать раз в недельку зимой чаще не надо но при условии если температура больше плюс 12 если у вас холодно плюс 5 плюс 9 то яичный корм не даем до потепления до плюс 12 просто ниже плюс 12 яичный корм не усваивается это тоже обязательно соблюдайте это кто не знает возможно кто-то скажет у меня зимуют и при минусе я с вами тоже соглашусь канарейки если зимуют в большом вольере почему-то рекомендует многие специалисты кто держит зимой заметили что вот надо большой вольер чтоб канарейки там летали и канарейка в принципе неплохо выдерживает и минусовые такие морозы как минус 10 минус 15 но при этом нужно кормить конечно их лучше чем более теплой температуре надо обогатить смесь канарей канареечным семенем семечками подсолнуха добавить туда больше канаре этого коноплинного семя на больше добавить то есть обогатить жирами тогда канарейка будет чувствовать себя комфортно в плане вот физического своего здоровья чтобы она не перерасходовалась на обогрев а так она будет греть себя и ей нужны силы для этого для этого подходят жирные семена жирных жирных культур так значит если на морозе то побольше семечек канареечного семени канапли лен единственное надо учитывать что канарейка боится сквозняков если будут сквозняки канарейка конечно пропадет а в ночное время надо учитывать чтобы не тянуло холодом к примеру от окон если плохо заделаны окна может тянуть в ночное время холодом и спящая канарейка будет промерзать или допустим двери неплотно закрываются вот у меня допустим в гараже воротина вот она видите воротина и там ночью заходишь чувствуется как холод идет вот я поэтому этих самочек они у меня внизу были я их сегодня нет я их позавчера поднял повыше думаю чтоб не промерзали ну так они бодрые хорошие чувствуют себя нормально по поводу количества зерновой смеси для тех кто содержит в холодных в минусовых условиях единственно надо учитывать что помимо всего что вы там намешаете побольше семечек канареечного семени конопли надо дозу общего общей зерносмеси дозу увеличивать так чтобы канарейка наедалась полностью но опять таки не переедала а как эту грань понять ориентируйтесь к примеру если вы даете в нормальный день чайную ложку то в зимний холодный день дайте примерно полторы чайных ложки и посмотрите если она все съест можно чуть 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 добавить чтобы ну чтобы оставалось на другой день очень мало но чтобы что-то оставалось это будет свидетельствовать о том что канарейка наелась а потом с потеплением будете норму уменьшать и придете к норме за то что ожиреют не ожиреют можно в принципе не волноваться если у вас самки будут в небольших вольерчиках как бы таких пролетках жить то в принципе они не за не зажиреют не успеют они будут всю энергию тратить на то чтобы согреться ну и будут летать тоже если будут маленькие клетки и там будет тепло то там конечно и при избытке еды канарейка может зажиреть и придет вам к весне с большим пузом жирным пузом и принесет пустые яйца мне один подписчик а может не подписчик просто зритель в комментариях написал что канарейки канарейки на животе особо не жиреют это как-то он выразился уже последняя стадия а изначально канарейка жиреет под крыльями но я вот за свой сколько занимаюсь канарейками может быть нацить а может быть ну больше наците я имею до 15 там или чуть больше может чуть меньше сейчас суть не в этом я ни разу не видел канарейку с жирными крыльями я видел только канарейки жирными пузиками ребята если кто-то в курсе жиреют ли канарейки под крыльями напишите мне просветите меня пожалуйста потому что но всего же знать невозможно но я почему-то уверен в том что под крыльями канарейка не может жиреет где там жиреет но это ладно опустим эту тему так по поводу нашего зимнего содержания что еще хотелось сказать по поводу кормления можно еще немножко поговорить до кормления делаем разнообразно иногда можно давать яблоки но старайтесь давать яблоки как которые вот местные которые ориентируйтесь как вот если яблоко лежит в магазине долго не пропадает такое яблоко не надо давать возьмите лучше в сезон сделайте сушку как наши бабушки и дедушки делали сушку а теперь зимой сделайте себе такой компот который называется узвар и оттуда извлеките сухофрукты раскисшие как размокшие мягкие и предложите своим канарейкам на блюдце я думаю они не откажутся от сушеных таких вот яблок как без компота из узвара будет это полезно у меня сегодня прям кинора поют отлично но опять-таки песня видите громкой немножко не такая как без нужно самки на яйцах они перевозбуждены потому так в общем еще по поводу питания зимой можно и даже нужно отламывать маленькие веточки как примерно карандаши сантиметров так по 15 смородина вишня ивушка липа землянику эту не землянику эту ежевику можно ставите это домой приносите воду ставите эти веточки они начинают прорастать и вот эти пророщенные почки тоже предлагайте канарейкам очень полезно зимой так по содержанию понятно если что-то непонятно пишите по кормлению понятно но в конце видео можно еще итог будем подведем все это повторим вместе содержание обговорили кормление все как обычно только если у вас холодно кормите побольше день через день морковка яблоки яичный корм если у вас плюс а плюс больше 12 можно яичный корм два раза можно раз в неделю не стоит также забывать о поении я рекомендую пой поить канарейка от стойной водой если у вас чтобы не было хлорки если у кого-то кулер то пожалуйста можете поить с кулера температура воды зимнее время должна быть не прям ледяная можно сказать комнатной температуры или такая вот до комнатной температуры наливайте они попьют потом она остынет они уже адаптируются и будут пить по поводу купку купания тоже хочу сказать несколько слов кто содержит канареек в больших вольерах можно ставить тарелки всеразвисе различные удобные баночки чашечки для купания они там будут купаться кто держит в клетках можно подвесить на дверцу можно подвесить на дверцу вот таким образом дверца открывается и у меня вешается купалка это обычная штатная магазинная купалочка канарейки тоже в ней удобно купаются там уже сориентируйтесь сами я думаю это не сложно но не забывайте о купании купаться можно каждый день если конечно морозы то купание можно отменить можно сыпнуть снега и пускай они барахтаются в снегу очень конечно хорошо но опять таки если ваши канарейки расположены к холоду если ваши канарейки комнатные комнатные то там пускай все будет комнатной температуры комнатной температуры и вода ну так вот в общем покупанию ну купаться надо зимой день через день хотя бы раз в неделю ребят ставьте эти купалки канарейки от этого будут только лучше особенно самочки но вот у меня видите немножко нарушены процессы все у меня уже в это время сейчас у нас февраль можно сказать середина февраля у меня уже три канарейки сидят с птенцами они кормят птенцов вот здесь здесь и там все кормят но кормят не с первого дня я помогал здесь помогал примерно 7 дней здесь помогал четыре дня здесь желтая сама начала кормить ну пусть кормит в общем у меня так ну потому что у меня видите я привез канарейки начали нестись я не успел не подготовить ничего так значит давайте я вам еще раз попробую может я что-то забыл в плане питания зерновую смесь можете сделать в принципе какую угодно но добавьте туда сурепки овсянки конопли и канареечного семени еще желательно мака добавить если есть у кого-то мак купите если нету вот это в принципе вот вот этим будет отличаться зимняя смесь зерносмесь зимняя вот этим вот составом а потом в принципе с весны и летом и и ось даже нет весной и летом я допустим даю там у меня получается овсянка канареечное семя проса белая красная и семечек немножко даю овес даю не очищенный такой лен даю вот это а вот зимой добавляю конопля канареечник мак овсянка сурепка друзья еще из личного опыта как бы наблюдал не раз у опытных приопытных приопытных разводчиков канареек многие из них в зимнее время ставят небольшую чашечку топлен в топленого сала или как правильно сказать топленого жира канарейкам свиного а некоторые кладут небольшой кусочек копченого подсоленного сала подсоленного слегка копченого сала вот такой вот как бы окорок кладут кусочек сала и канарейки немножко его кушают и вот перезимовавшие канарейки в таких условиях весной дают очень хорошая крепкая здоровая крупное потомство понимаете и вот если всего этого придерживаться то мы можем канароводство это как бы поднимать чтобы не было допустим вот таких вот самочек сейчас я вам покажу вот к примеру самочка вторая вторая она снесла 3 яичка и ушла с гнезда вот которая вверху сейчас вот она сейчас 1 она снесла по моему одно яичко и перестала сидеть вот эти желтенькие тоже снесли по одному яичку кстати кстати значит тут есть вот одна желтая вот сейчас которая видите с черным пером вот с черным пером это желтая самочка я ее притащил зоомагазина а вот сейчас получается раз ну вот вверху сейчас желтая сидит это с выставки я привез кропотки не она по-моему снесла одно яйцо и прекратила это было еще до нового года сейчас это не у меня в отдыхе сидят я что хотел сказать вот тут у меня еще есть одна самка которая снесла одно яйцо вот здесь с этим кеннером а нет минуточку вот эта самка вот вот эта самка желтая ранее снятые видео я показывал она снесла одно яйцо и ушла с дистанции почему-то я не знаю но сейчас у нее уже сегодня второе яйцо но между тем между той и кладкой прошло примерно месяц наверное кормил я ее плотно и пророщенным и яичным кормом морковку давал яблочки и веточки и даже немножко мокрицы у нас зима была не снежная мокрица была ну посмотрим сколько нас несет и как она себя покажет а вот ее подружка или сестра немножко конечно хуже в общем эти самочки самцом у меня будут сидеть как бы у них уже получилось получается ранний период размножения начался а этих девчонок мы покормим они посидят наберу как бы наберут сил отдохнуть придут в себя и да я думаю что сейчас еще февраль идет потом март пройдет поэтому два месяца в принципе им хватит чтобы немножко улучшить свое состояние я бы так сказал не прям идеальные а просто немножко улучшат свое состояние а там посмотрим как повезет если повезет хорошо оставим себе если плохо повезет то повезем их дальше к более опытному разводчику отвезем на этом мы прощаемся всего доброго до свидания до скорой встречи